Обрядовые и игровые, обереговые и экспедиционные. Свои работы на выставке представили более 15 мастеров. Екатерина Черноок коллекцию посвятила народному танцу Тимуня, горячо любимого жителями Курской области. Ее куклы представили в традиционных костюмах села Илёк Беловского района. За вдохновением и советами автор обращалась к местным жителям. На коллекцию мы создавали где-то около двух лет, потому что мы приезжали к бабушкам, советовали с ними, показывали им эти предметы, показывали им, как мы одели этих кукол. Нам говорили, что здесь у вас ошибка, а здесь ты как-то гадко что-то там пришила. Приши побольше туда, надо еще зелененького добавить, красненького, ну и сеточку получше пришить. А на эту коллекцию Елену Самохину вдохновила книга «Ехал на ярмарку ухрь-купец» о событиях Курской-Коренской 19 века. Прообразом экспоната выступили известные исторические личности. Поэта Фанаси Фетт, женой Марии Боткиной, актер Михаил Щепкин. Цыганочка, исторический персонаж, это Любаша Васильева. Она примадонна цыганского хора, который каждый год приезжал на Куренскую ярмарку. Она обладала невероятной такой женской магией, когда очаровывала всех поклонников. Большинство экспонатов на выставке – народные куклы. Но не забывают и про современную авторскую игрушку. Здесь больше свободы творчества, делится мастерица Ирина Смирнова. Особую любовь женщина питает к сказочным персонажам. Эти ангелочки домовой – ее работы. Почему у нас в народной кукле не использовался лик? Потому что считалось, что когда ты рисуешь лицо, ты вселяешь определенную энергию в куклу, вдыхаешь. В традиционной кукле не должно было быть такого. Она должна быть нейтральная. А вот современные куклы, мы тут можем любые эмоции выразить, свои внутренние или эмоциональное состояние вообще окружающего мира. На выставке представлены не только куклы, но и коллекция костюмов из районов Курской области. Это наша история. Любой желающий может это посмотреть. Кураторы выставки могут рассказать, как носили костюм, как одевали костюм, что значат атрибуты костюма. То есть это вот такой вот исторический экскурс. Ознакомиться с экспозицией, сделать яркие снимки куряне могут в Доме народного творчества до 7 октября. Диана Горяйнова, Роман Федорков. События дня.